Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача Слово. Сегодня мы говорим о гадании. Люди всегда хотят знать свое будущее, поэтому возникли разные методы гадания. Но можно ли доверять этим прогнозам? Об этом мы поговорим с преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии Протеиреем Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений! Здравствуйте, Катя! Гадание, как все мы знаем, это часть традиционной народной культуры. Что в этом плохого? Почему церковь всегда этому противилась? Да, действительно, часть народной культуры, которая даже прорывается на современную эстраду. Все мы помним песню, звучавшую, популярную во дни нашей молодости. Желают люди знать, что будет, что сказать, что с этим поделать. Понятно, что желание узнать свое будущее отчасти неистребимо для человечества, которое живет и в прошлом, и в настоящем. Поэтому открыть какую-то грань, заглянуть в будущность, которая сокрыта от человека, является таким повседневным, навязчивым в чем-то желанием. Но против этого восстает не только Бог, Церковь, Священное Писание, но и здравый смысл. Представьте, что эту грань удалось приоткрыть. Мы заглянули в свое будущее, и это будущее становится для нас фатумом, роковой детерминированностью нашей жизни. Как говорил Пушкин, меня убьет не этот, меня убьет белокурый, потому что цыганка ему это нагадала. Другими словами, дверь, приоткрытая, искусственно приоткрытая в будущее, лишает человека жизненной энергии. В каком-то плане обрекает его на индифферентность к настоящему. Зачем проявлять энергию, волю к жизни, если уже все предрешено? Отчасти это напоминает ситуацию с проплаченными нечестными политическими выборами. Зачем на них ходить, если уже все решили за меня? Вот так же я думаю с приоткрытой дверью. Кроме всего прочего, мы понимаем, что эта дверь закрыта не случайно. Ее повелевает закрыть Бог, который запретил волхвование, ворожбу, гадание, потому что для человека является неполезным искусственное проникновение в то, что Бог не повелел людям открыть. И поэтому всякий раз, когда мы сталкиваемся с медиумами, с перитами, такими, знаете, дерзкими сталкерами, которые пытаются через эту закрытую Богом дверь человека к будущности все-таки провести, мы понимаем, что эти люди совершают грех, а верующие этого греха боятся, потому что для меня, например, лучше оставаться в неведении относительно своего будущего, нежели заглянуть в него, в обход заповеди Божьей. Мало того, что Бог закрывает эту дверь по одной простой причине. Человеку не полезно это знать. Во-вторых, попытки сверхъестественного проникновения туда, в обход Божьей воли, они чреваты тем, что, идя, образно выражаясь, не по парадной, а по черной лестнице, мы рискуем встретиться не с тем, с кем ожидали. И последствия могут быть ужасающие. Почему? Потому что если Бог ее закрыл, значит, открыть ее можно только в обход Бога, прибегая к миру сверхъестественного, значит, к демонам. Поэтому те, кто проводит человека через эту дверь в обход Бога, они всегда каким-то образом связаны с миром демонического, а это чрезвычайно опасно. Поэтому, повторяю, для человека лучше остаться в неведении, нежели заполучить эту информацию, минуя Господа и Его заповеди. Я припоминаю, что когда еще не был священником, будучи студентом, в аэропорту ко мне подошла цыганка. Рейс задерживался, и она, видя меня одинокого, подошла с обычным предложением. Молодой, красивый, давай погадаю на твое будущее. Я сказал, ты знаешь, мне это неинтересно. Все так говорят. Давай погадаю. Я говорю, мне правда это неинтересно. Я верю в Бога, и поэтому то, что Он даст, то пусть и будет. Ты Бог? Спрашивает она. Я говорю, нет, но я верю в Бога. Поэтому мне действительно неинтересно. Она отходит, в этот момент неудачный разговор, замечает другая цыганка, идет ко мне, чтобы попробовать счастье в своем случае. Та что-то ей говорит на своем языке и машет в мою сторону рукой. Дескать, с этим бесполезно. И тогда они обе отходят. Вот такой случай попытки гадания был в моей жизни. И повторяю, он, ну, закономерен. Зачем пытаться проникнуть в то, что Бог сокрыл? Итак, гадания – это запрещенное вторжение в пространство божественного промысла. Хорошо. А есть ли незапрещенное, законное его понимание? Есть ли такие отношения с будущим, на которые мы, люди, имеем право? Да, безусловно, есть. Они называются пророческими. И те люди, которые, собственно говоря, способны эту будущность сообществом или отдельным индивидуумом открыть, называются пророками. Другими словами, в некоторых случаях это процесс обратного порядка. Не когда дерзкие, никчемные, глупые, демонически настроенные индивидуумы штурмуют небеса, пытаясь вырвать у них тайну своей будущности. А процесс обратный. Когда, наоборот, небеса открывают в целях, которые известны только Богу, открывают людям их будущность. Это происходит не так часто. Поэтому и пророчеств, и пророков в истории не так уж и много, но это действительно происходит. И вот на такое откровение своей будущности мы, люди, конечно, имеем право. Расскажите об этом поподробнее. Ну, начнем с того, что пророчество не синоним предсказания. Это возвещение воли Божьей. Другими словами, это реакция Бога на происходящее событие, которое ставит человечество перед некой развилкой. То есть там всегда есть пространство выбора. Вспомните библейскую историю, когда пророк Исаия пришел к царю, израильскому царю Изякии, и сказал о том, что он умрет. Так говорит Господь. Приготовь завещание о своем доме. И ушел. Он исполнил волю Божью, возвестил реакцию Бога на жизнь и деятельность этого царя. Но он не успел выйти из дворца. Бог сказал, вернись. Я увидел слезы этого монарха и продлеваю дни его жизни еще на 15 лет. То есть мы видим, что пророчество, в отличие от голого фатума, всегда предполагает некое изменение ситуации. Бог, образно выражаясь, динамичен, гибок в своих решениях. Поэтому это то, что касается пророчества. Что же касается пророков, то тоже я не сравнивал бы их с гадателями и предсказателями, потому что это всегда святые люди. Опять-таки Библия говорит нам, никогда пророчество не изрекалось по воле человеков, но изрекали его святые Божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому, в отличие от прорицателей, гадателей, пророк — это всегда избранная личность. Всегда тот, кого Бог уполномочил и поставил нести свою волю. И, конечно, суммируя вот эти вещи, мы можем сказать, что пророчество направлено всегда на коллективы. Редко, когда оно касается отдельного человека, потому что отдельного человека может переубедить другой, если он заблуждается. Но вот когда у края пропасти, охваченной заблуждением, оказываются группы, общности, коллективы, народы, то тогда Бог посылает пророка. Хотя мы встречаем случаи, когда пророчества направлены на отдельного человека. Они редкие. Существует такое понятие, как пророческий сон, но они тоже встречаются. И, конечно, пророческий сон очень сильно отличается от обычного сна. Если вы читали Библию, то помните, что если Бог через сон хочет донести некую пророческую идею до индивидуума, то этот сон будет сильно отличаться от всех остальных, хотя бы удивительностью содержания, очень логичной, вместе с тем удивительной стороной этого повествования, а с другой стороны тем, что он будет повторяться раз за разом, пока человек не обратит на него внимания. Даже если он забыл, даже если он не хочет в эту сторону думать, Бог достучится до этого человека. Но это, как правило, связано с тем, что данное лицо в каком-то плане для Бога очень важно. Важно также, как отдельный народ или отдельная общность. Поэтому пророческие сны, обращенные на отдельного человека, еще менее часто, чем пророчества как таковые. Но все это мы можем суммировать и сказать о том, что, конечно, для человека лучше находиться в парадигме воли Божьей. Исполнять то, что Господь ему заповедал, не ведая о том, к чему его это приведет. Потому что если он прав, какая разница, закончится моя жизнь через пять минут или через сто лет. А противоположный путь – это своего рода никчемное, по большей части глупое и опасное подглядывание в замочную скважину своего будущего, которое Бог не соизволил человеку открыть. Отец Евгений, а может ли случиться так, что не святой человек, тем не менее, сможет высказать истинное пророчество? Да, вопрос интересный, в чем-то коварный. Потому что, например, никто не стал бы в персонажах русской литературы, в авторах знаменитых, искать пророческое самосознание. Но, тем не менее, мы с этим встречаемся. Например, известное стихотворение Лермонтова «Настанет год России, черный год», когда он предсказывает гибель российского монарха и оказывается прав. Или, например, знаменитая, в чем-то удивительно совпавшая с деталями русской революции, произведение Достоевского «Бесы», которое детально описывает психологию революционеров. И очень часто на эти случаи обращали внимание критики уже из середины XX века после состоявшихся событий и говорили о том, что эти люди в данном случае являли пророческое самосознание. Я бы, конечно, с этим не согласился. Я бы сказал так, что их интуиция, творческая, в первую очередь, жизненная, привела к тому, что высказанное им совпало с дальнейшими историческими обстоятельствами. Но не потому, что Бог обратился к ним как к пророкам. «Скажи этим людям, так говорит Господь». Ни Лермонтову, ни Достоевскому, ни другим писателям, поэтам, литераторам или, может быть, тем, кто хотел бы пророчески что-то изобразить в музыке или в искусстве. Думаю, нет. Это совпадение. Хотя, по идее, к пророчеству призван каждый христианин так же, как он призван к святости. Поэтому чем ближе мы к Богу, тем больше у нас шансов изреть пророчество. И я думаю, что вот те вещи, о которых я упомянул в связи с Лермонтовым и Достоевским, они, конечно, могут встречаться и в конце XX века. Вот, например, в связи с очень большим напряжением военной эскалации на юго-западе нашей страны, мы понимаем, что какие-то вещи, которые прозвучали, скажем, в начале 90-х у того же Бориса Гребенщикова, а кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей, и люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. В тот момент это казалось просто красивой цитатой. Никакого отношения ни к нашему настоящему, ни к нашей будущности не имевшее. Но проходит два десятилетия, и мы понимаем, что эти строчки оказались пророческими. Не потому, что Гребенщиков пророк, а потому, что очень сильна художественная и жизненная интуиция. Вот я даже бы сказал так, что эти примеры, они становятся ступенями, этапами к настоящему пророчеству. Но для настоящего пророчества все-таки важна, очень важна личная святость. Спасибо, отец Евгений, за очень полезную беседу. Дорогие телезрители, а мне бы хотелось закончить нашу передачу словами святителя Василия Великого. Не любопытствуя о будущем, но с пользой располагай настоящим. До новых встреч!